Вот наш виноградный черенок. Как я говорила, это очень ценный для меня сорт, который после обрезки лозы осенью я поставила на укоренение. Конечно, не лучшее время, не хотел он укореняться, не давал корней, пока я его не обработала корневином. Как обычно, здесь слегка были сделаны бороздки, простоял в водичке, не хотел расти, поэтому я его обработала корневином и вот хорошие корни у него наросли. Их уже надо высаживать, смотрю, уже даже пропал один корешок. Так, что у нас в верхней части? Видите, в верхней части, все-таки он мне дал прирост, пусть он тут хиленький, слабенький он у меня в полиэтиленовом пакетике был. Но, все-таки, этот прирост, у которого есть шанс вызвать, сейчас я посажу этот череночек и опять одену пакет, чтобы эта верхняя часть не завяла. Так как мне очень хочется сохранить этот сорт винограда. Это должен быть очень крупный сорт, он бы в этом году у меня уже зацвел, но, к сожалению, его объели мыши под самые корени. Нечему было цвести. Как сажаем виноград, вы также знаете, да? То есть, мы их сажаем, не повреждая корни, стараемся не повредить корни, ставим, присыпаем рыхлой почвой. Обязательно это должна быть бедная почва, не жирная, не перегнойная. То есть, почва должна с большим содержанием песка быть. И потом равномерно, аккуратненько поливаем зимний период времени, если он остался у нас вот таким живым. Сейчас мы это все сделаем. Вот я его посадила. Обязательно условие дренажное отверстие. Обязательно. Потому как заливать его не надо. Очень аккуратно спальем в зимний период времени. Стаканчик пока невысокий. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Попозже я пересажу в узкую, но повыше емкость. И ставим на светлое, максимально прохладное место. Как я вам показала, вот у него уже более-менее прирост у меня. Кстати, видите, посадила я его под углом. Это не случайно. Это как бы намеренно. Потому что в дальнейшем почву буду высаживать под углом 45 градусов. Примерно вот так. Лоза будет расти вверх сейчас. А сам черенок будет под наклоном посажен. Надеюсь, я смогу ему дать возможность перезимовать. В принципе, я уже так содержала их. Сажала в зимний период времени. Конец декабря, января листья опадали. Потом они благополучно весной просыпались. И черенки росли. Таким образом, мы получаем немножко забег по времени. То есть, укореняется черенок. Забег по времени относительно тех, что мы укореняем весной. Вот с таких же черенков. За счет чего? За счет того, что корневая система, но она и там, и там молодая будет. Но здесь она уже вот с этих беленьких корешков уже станет коричневая, более крепкая. И все-таки, какой-никакой, у нас будет вот как минимум здесь вот раз, два, три, четыре на четыре почки лоза. Но может еще подрастет. Четыре нам не надо, но пару почек надо. То есть, это будет уже еще плюс один год. Вот так я упаковала опять свой виноград в пакетик. И поставлю опять на окошко. Я так думаю, в пакетике ему получше будет, чтобы нам сохранить лист максимально долго, чтобы прирост у нас держался. Ну и как видите, специально показала вам, у нас на улице зима, снег. А мы занимаемся летними работами. Под таким пасмурным-пасмурным небом, к сожалению. Как получить вот такие хорошие корни у черенков винограда, можете посмотреть в моем видео, где я рассказывала, как в стаканчике, самый безотказный метод укоренения трудноукореняемых растений. Где это укореняется в стаканчике, видите, с выпущенными в водичку концами чубуков. Получается вот такая неплохая корневая система. Можете посмотреть в моем видео. Действительно, самый удобный, на мой взгляд, метод. Это вот у меня тоже летний. Тоже будет зимовать. Как видите, посмотрите. То есть, это вообще зеленая веточка, зеленый череночек. Тоже прирост. Ну, неважно, скажем так, он себя чувствует. Тут шибко не было возможности его ставить куда-то. Он мне так в уголочке стоял. Но моя задача, чтобы он просто продержался. Вот эти, наверное, пасынки я сейчас удалю. Он пытается дать, видите, пасынки уже. Они нам ни к чему совершенно. Вот видите, вот раз, вот два. То есть, вот три даже уже. Это мы все удаляем. Нам не надо, чтобы он ветвился. Это была вот такой длины зеленая веточка. На две почечки посажена. Один из вот таких зеленых пасынков. Осенью посажена, укоренилась. Я его занесла домой. Мне надо, чтобы он просто перезимовал. Более-менее дождался весны. Там уже я его высажу. Повторю, что это, конечно, хлопотно. Если у вас несколько кустов и все нормально, то, конечно, не стоит вот так упражняться. Но если что-то такое ценное вы достали, и вам надо обязательно это сохранить, то, конечно, пробуйте всеми способами. Как вот и я. И обрезанный кончик лозы, значит, сейчас и осенью, и весной буду укоренять. И зеленые, зеленым черенком. То есть, все варианты. Лишь бы сохранить этот сорт, чтобы мне его не потерять. Я его выписывала. Вот. Очень хочу попробовать. Посмотреть, что будет. Так что, вот такие растения у меня зимуют. В этом году дома. Если у вас есть необходимость, есть желание. В принципе, даже если вы просто хотите потренироваться, попробовать, как это укоренить черенок. Можете делать это в любой период времени. Круглогодично. Наиболее оптимальное время, это, естественно, февраль-март. То есть, ранняя весна. Ну, в квартире мы это делаем, если это холодный регион. Но можно укоренять летом. Можно укоренять летом зелеными черенками. Ну, тогда их заносить на зимовку куда-то. Даже если вы на зимовку, если он в листике обсыпется. Либо заносите домой и доращивайте дома. Итак, друзья, с вами канал Сибирский сад. Виноград, черенки, укоренения. Ну, чубуки это правильно называется. Разные варианты. Имеют место быть и такие способы. Как правильно укоренять виноград, можете зайти в мой плейлист. Там собрано все про виноград. Ну, все видео, которые я выпустила про виноград. В том числе, черенкование. Несколько способов, как получить корни. Ну, а это вот вариант такой зимней зимовки винограда. До встречи на канале Сибирский сад. С вами Людмила. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Отметил это видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок